Рецепт дня. Слабосоленая скумбрия. Как ее приготовить, чтобы она была диетическая и оказалась вкуснее красной рыбы? По этому рецепту энергетическая ценность нашей скумбрии составляет всего-навсего 178 килокалорий на 100 грамм. Это телеканал питание, здоровье и домашнее похудение. Меня зовут Юнова Натали. Я рада приветствовать вас на своем канале. Итак, для приготовления этого деликатеса нам понадобится 2 штучки скумбрии по весу примерно 800 грамм. Если она у вас замороженная, предварительно разморозьте. Также нам понадобится репчатый лук. Одна крупная головка по весу примерно 200 грамм. В принципе, лук вы добавляете по своему вкусу. Для рассола нам необходимо подготовить 1 литр воды. Вода самая обычная, можно из-под крана, все равно мы ее будем кипятить. Из специй и приправ нам понадобится целая гвоздика. 12 штучек. Душистый перец горошком. Добавляйте по своему вкусу. Я добавляю одну чайную ложку. Зерна кориандра. Добавляйте по своему вкусу. Я добавляю также одну чайную ложку. Еще из специй нам понадобится лавровый лист. 3-5 штучек. Полторы столовых ложки соли. Одна столовая ложка с горкой. Полторы чайные ложки сахара. Но поскольку я на правильном питании, я добавляю полторы чайные ложки фруктозы. Растительного масла нам необходимо 3 столовых ложки. Растительное масло мы берем без запаха, то есть трафинированное. Для начала нам необходимо подготовить рассол. Для этого наливаем 1 литр воды в кастрюлю и доводим воду до кипения. В кипящую воду нам необходимо добавить специи. Это соль, сахар либо фруктоза, гвоздика, перец горошком, лавровый лист, кориандр и также добавляем растительное масло. После этого кипятим буквально минуту. Выключаем огонь, добавляем уксус и пускай рассол остывает. Пока рассол стынет, нам необходимо помыть скумбрию, ее почистить, убрать внутренности. Подготовленную скумбрию сразу режем на порционные куски. Ну, примерно как-то так. Теперь подготавливаем лук. Для этого нам его необходимо почистить и порезать лук полукольцами. Что касается толщины резки лука, это как вам удобно. Можете тонко, можете толсто. Все дело вкуса. В скумбрию добавляем лук, перемешиваем и все это дело заливаем рассолом. Накрываем кастрюлю крышкой меньшей по диаметру, либо тарелкой ставим под небольшой гнет. Убираем кастрюлю на сутки в холодильник. Наша скумбрия готова к употреблению. В таком маринаде она не уступает по вкусу даже красной рыбе. Проверена опытом. Это отличный вариант закуски на праздничный стол, а также идеальное дополнение к гарниру к вареной картошечке. Всем приятного аппетита! Это был телеканал питание, здоровье и домашнее похудение. С вами, как всегда, была Юнова Наталия. Если понравился рецепт, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые интересные рецепты, а также свежие новости как про здоровье, так и про похудение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok